Голос присутствия над несуществующим морем. Расстояний не существует. Больше не существует. Расстояние не существует. Расстояние завершилось. Расстояние называется то, что становится исчезающим морем. Прямо при нас. Только невозможное происходит. Только происходящее может быть расстояние. Расстояние это голос присутствия. Расстояние это может быть речь. И всего неосуществленного, и всех неосуществившихся, и всех несущественных, и всего несуществовавшего. Так мы думаем. Одно только невозможное. Хочет произойти так сильно, что становится расстоянием. Пре-бра-ща-ща-я-сь. Отсутствие крик присутствия. Его не может быть речи. Расстояние его развестое тело, бормочущее, ехлепящее до краев заполнено, есоленым осенним солнцем, красным, соленым, холодным, расплескивающимся, расплескавшимся, толчками пополу пополам истыкая, холодным, соленым, сладким, сладким. То расстояние, что мы знали оно, то расстояние, что мы знали о. Расстояние, что мы знали были, отсутствие минаний существовали, как места и пустоты. Новое поколение расстояний, их новые, безместные штаммы, не поддаются никакому присутствию и никаким соприсутствиям, не истеребимы, оказалось. Ни одно невозможное, так мы думали, пополам истекая, завершилось, окончилось, никогда уже не проснулось, но ведь вот они, вот они, вот они, вот они, вот, состоят в невозможном далеком неровном строю, без воздушных неровностей в черного беглого строя. Расстояние, и оно совершается, еле высвистывая свой золотой, еле слышно сквозь сон и грохот золы, и мы думаем, как по сне, сквозь вой несуществующих расстояний, наплывающих волна за волной. Думаем о том, что у нас никогда ничего не было, кроме моря, кроме уровня моря, до разрыва от горизонта, и вот море уже и земля, и небо, те первые тоже. Расстояние, немедленные цветы, красные, цветущие над морями, над нами животные, дремотные, безвоздушные, и огонь, и огонь, и снег, и артритная воль речи, а моря уже нет, и расстояние, расстояние, ледяной, цветочный огонь, и ржавая, простуженная, костью пространство. Дорогие наши животные, бессловесные, беззаботные, безработные, заспанные, недовольные. Все, что внутри, бормотало и одеяло, все, что потом уходило и приходило. Но что с нами говорила, успела, что хотела, сказала нам, объяснила, и необъяснимую смену времен и десять месяцев. Покинувшее нас раньше времени, все, что нас защищало. В общих ночных вагонах еще спала артиллерийская тяжесть. Голодом светилось товарным бессонницей, выгорая до золы окраинных веток. По безымянным зимним углам, молодеятельных, разреженных станций. Все, что нас охраняло, было на вине, умирало, вышло. Пять, говорила, десять минут, ненадолго. Все наши самые дорогие животные неисцелимы. И сами мы неисправны, непоправимы, не в тяно. Те, кто звал нас, зовет нас и позовет нас. Кто нас не покинет, не сможет. Кого нам самим придется покинуть. Мы их самые дорогие животные, их бесцельные, их неисцелимые, неисправные, безвозвратные, нераздельные, безразлучные, неразлучные. Дом покидает дома. Комнаты выходят из комнат, щурясь от расширяющегося света. Лисы выбираются на поверхность земли. Птицы выбрасываются в воздух. Эпиграф из Майкла Палмера, write this. Пишите так. Конфедерализация, конфискация, перекоп, Крым, аншлюз. И транскрипция. Ну а как? Он даже туда не собирался. Просто пошел за компанией. Пишет так. И к тебе вдруг цепочка. Змея сквозь воду. И выхватывает от соседа. Почему сцилла? Ты скогтила его, ни другого. Наполнили трех тазака. Становились. Дальше смотреть, видеться. Не за что, не за что. Ничего. Пишите так. Почему сцилла? Посмотрим еще, увидимся. Сцилла, сула, сука, записка, распухающая интеррекс. А ты объявлен уже. Предписан. Разъясни я тебя. Остальные стоят. Боятся. И я боюсь. Потому что вот, блядь. Вот вы все рассчитываете на кого-то вроде меня. 50 килограмм весу. 152,5 роста. Меня разве только на них подкинуть? И я, может, успею в полете. Остальные стоят. Остальные стоят. Остальные стоят. Человек, может, 500 имена. Пишите так. Ты уже оглашен, вывешен, транскрибирован, транслитерован, раздет. Притворен, освежован, пересказан выпуском новостей. Одного сгубил большой дом. Второго сад возле дома. Третьего теплое купание. Мог ли предположить? Купание. Да вообще. А ведь вот же. Пишу так. Оглашен из битвы выброшен голым. Выпростен, выпущен, как и он, а в предрассветные минус третий. Из прокуренного, прослуженного, родного, из бессонного, нежелающего остыть коммунального одеяла кухонной темноты. Из газовых сумерек чужого угла. Где горбом громоздится, хрипит старуха. Бормочет, перхает, голодомор, беломор. Пишет так. Теперь пойду в ополчение. Сколько же это возни с тобой. Да мы всему нашему огромному миру тебя раздвинем, продемонстрируем тебя, оскорбленному газетному скарбу. Вытащим тебя на свет, аскориду, гниду, заберем тебя, распишем, переговорим. Ополчение тоже. Ну и транскрипции, ну и транслитерация. И врать будем на курполую, не без того. Микус Петий, кажется, выпускаю. Пишите так. Вырувлены с сады легких вещей, прежде вольно отпущенных. Сожжены дома безучастных. Выхвачен, разглашен, обобран еще один и передан дальше. Он даже туда не собирался, просто пошел. Остальные стоят, как остальные стоят. Пишите. Их города стоят на гноящихся перебитых лапах земли, каждый из них. На раздавленных, шевелящихся людях, не умеющих закричать от боли. Но мы не сумели сжечь их города и не освободили ни одного раздавленного. Мы не стали сжигать их дома со всеми, кто находился там. Мы не стали сжигать их суды со всеми, кто находился там. И мы не освободили ни одного человека. пишите так они сожгли всех нас пишите так они сожгли всех нас и всех находившихся в нас людей пишите так они сожгли всех нас и всех находившихся в нас людей и никто не был освобожден ну вот оказалось что раньше единороги жили в сибири оказалось что единороги были. Просто сейчас их нет. В смысле их больше нет. Они были, и они жили в Сибири. Судя по картинкам в сегодняшних новостях, они были такие шерстистые, страшные, почти медведь, почти полигон. Фыркивающие были громадные, нечеловеческие чуцкили. Ни один из них не остался пожить с нами в нынешнем мире. А вообще раньше их было много. Они все жили в Сибири. Медленную тайгу переплывали по воздуху в морозном эфире. Вот мир, а вот то, чего больше не будет в мире. А вот мир и то, чего больше нет в мире. Мир и то, как он превращается в то, чего нет и не будет.